Новости в эфире. В студии работает Виктория Антонишна, Алмаз Ашим. Добрый день. Метель, гололед, плохая видимость. Непогода сохраняется на большей части страны. Больше 70 человек вызволили из заносов на трассах Акмолинской области. Разместили в пунктах обогрева. Десятки участков дорог закрыты. По прогнозам синоптиков, улучшение погодных условий в ближайшие сутки ждать не стоит. Эти кадры из западного Казахстана. Ситуация на дорогах остается сложной. Открыт для движения только участок от Уральска до Пагрампоста СРМ. В регионе 30-ти градусный мороз и низовая метель. 14 сел остались без электричества из-за порывов на линиях. Спасателям удалось найти двух пропавших пастухов, которые вышли в степь в поисках скота и не смогли самостоятельно вернуться. Учитывая важность человеческой жизни, было принято решение поисково-спасательной работы не приостанавливать, несмотря на бураны и так далее. И в 11 часов первый пропавший в Ахжаисском районе был найден и доставлен в населенный пункт. А в 3 часа ночи в Жангалинском районе второй потерявшийся был найден. Всего в период с 23 по 24 было спасено 63 человека, из них семеро детей, из которых два представителя иностранных государств. В северо-казахстанской области открыли движение на 10 участках республиканских трасс. Дороги в регионе были закрыты со вчерашнего дня из-за сильного бурана. Метель повлекла за собой немало чрезвычайных происшествий. На пульт спасателей за сутки поступило более 3000 звонков. Нургуляхметова с подробностями. Это Есильский район. Трогательная встреча отца и сына после 15-ти часовой разлуки в сильный буран. Юноша выехал из дома на лошади накануне в 11 часов утра, когда метель еще не началась. А потом он пропал и связи с ним не было. Сначала семья искала его самостоятельно, затем позвонили на 102. Односельчане, спасатели, полицейские прочесывали местность и в итоге нашли парня после полуночи. Во время этого бурана в регионе пропали 5 человек, среди них трое пастухов. Сейчас уже все неблагополучно вернулись домой. Как поясняют спасатели, людям приходилось прятаться от метели в лесу и в камышах. Это участок республиканской трассы Жасказган-Петропавловс за сутки оперативными службами вызвали на около 60 автомобилей, но еще больше сотни машин пришлось бросить на заметенных дорогах, а людей эвакуировать в пункты обогрева. Из-за сильной метели десятки сел остались без электричества. В 18 населенных пунктах в 9 районах области, где у нас без света осталось более 4000 абонентов. Те работы, которые вчера было возможно провести, проводились в трех населенных пунктах. Свет дали, это более 700 абонентов. Работа по остальным населенным пунктам будет продолжена и сегодня в течение дня. В дороге заметены, механизаторы не видят дорогу, куда ехать получается полностью. Дальше вытянутой рутине ничего не видно. В последствии вчерашнего Бурана окна запечатала, дороги нету в деревне. Ко многим селам сейчас проехать пока невозможно. Утром жителям даже было затруднительно выйти из своих домов. Настолько сильно все замело снегом. Вот так сегодня с утра выглядят практически все тротуары Петропавловска. Коммунальная техника попросту не успевает их расчищать. Поэтому люди здесь уже протоптали тропинки. По сведениям Казгидромета, во многих районах сегодня выпала месячная норма осадков. Люди шли буквально по проезжей части, я видел, потому что не были расчищены тротуары. Но, конечно, никто не ожидал таких осадков. За всю зиму такое первый раз на самом деле. И вообще я давно не помню, чтобы настолько много осадков попадало у нас. Сегодня ближе к полудню погода стабилизировалась. И на 10 участках республиканских трасс открыли движение для всех видов автотранспорта. Работа по расчистке дорог продолжается. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Хабар-24, Североказахстанская область. На востоке Казахстана начинается опасный период. С наступлением тепла лед становится очень тонким. В этом году известно уже о четырех случаях, когда в реке оказывались машины. Поэтому зимняя рыбалка может стоить жизни. Но еще больше рискуют дети, которые выходят прокатиться на коньках. Чем чреваты такие развлечения, показали спасатели региона, в специальных учениях приняла участие наш корреспондент. В районе речного окна на реке Артыш плывет льдина. На ней находится ребенок. Срочно оказать помощь. Ребенок на льдине. Такой сигнал только что поступил сотрудникам спасательного отряда. На сборы 45 секунд. От скорости зависят жизни. По легенде учений, школьник гулял у реки и не заметил, как оказался на льдине. Замерзшую глыбу оторвало от берега и сильным течением унесло к середине водоема. Усложнило ситуацию то, что подросток не удержался на поверхности. В лодке сейчас настоящий профессионал. И Сергей Мартьянов спасатель с более чем 40-летним стажем. Делится каждую весну, вызволяет сальдин по несколько детей. На его счету сотни спасенных жизней. В итоге, чтобы спасти пострадавшего, спасателям понадобилось 10 минут. Но тут все зависит от того места, где человек оказался на льдине. Выезжаем в течение двух минут. Если фульба, у нас проблемы с сульбой, что там мелко. Если на реке Иртыш, мы быстрее все это делаем. Нужно, естественно, кричать, помогите, помогите, чтобы спасателей вызвали. Ну а лучше всего, не надо рисковать жизнью. Не надо баловаться, не ходить по льдинам и кататься на льдинах. Если к пострадавшему на лодке не пробраться, используется вот такая доска. В первую очередь, она обеспечивает безопасность самих спасателей. На тонком льду это приспособление просто необходимо и помогает вытащить провалившегося с минимумом риска. Часто используется приспособление рыбаков. В регионе 84 места подлёдной рыбалки. Наиболее опасное и наиболее, где массово люди скапливаются, это, получается, Кокпехтинский район, это Бухтарминское водохранилище, в районе как раз между Курчумом и Самаркой. Именно в этих местах и сконцентрируется наибольшее подразделение личного состава нашей, которое проводит там профилактические мероприятия. Спасатели отмечают, если оказался на льду, нужно знать его толщину. 10 сантиметров достаточно, чтобы выдержать человека, а для машины нужно уже как минимум 30 сантиметров. Но главное, если есть возможность, на лёд просто не выходить. Анна Лисенбердин, Жигарь Бабаканов, Усть-Каменогорск, Хабар, 24. Проверить многоэтажные дома, времянки и дачи на соответствие нормам противопожарной безопасности и наказать виновных в трагедии в Жанатасе. С таким запросом мажористмены обратились к премьер-министру. Только за 9 месяцев прошлого года в стране произошло 9 тысяч пожаров. Погибли 228 человек. При этом работа вновь созданного Министерства по ЧАЭС, по мнению парламентариев, не всегда своевременно и эффективна. Это показала череда трагических событий, отметили авторы запроса. Напомню, на прошлой неделе в Жанбулск области из-за пожара погибли 5 детей. Самому младшему не было и года. Другой инцидент произошёл в Петропавловске. Взрыв газа унёс две жизни. Поводом для нашего депутатского запроса послужили трагические события, произошедшие на прошлой неделе в Жанбулской, Казалардинской областях и Петропавловске. Они привели к человеческим жертвам. Эти события болью отозвались в сердцах всех казахстанцев. Это событие должно стать большим уроком для соответствующих местных исполнительных органов, до каких пор наши граждане будут оставаться жертвами пожаров, где гарантия, что такие события в будущем не повторятся. Больше ста казахстанцев стали жертвами очередной финансовой пирамиды. И, возможно, это далеко не полный список пострадавших от мошенников. Деятельность товарищества «Лидер Капитал-168» пресекли сотрудники агентства по финмониторингу. Идёт досудебное расследование. Организаторы пирамиды обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 10% от внесённой суммы. В агентстве работает телефон доверия, куда можно позвонить, если вы или ваши близкие оказались вовлечены в деятельность этой структуры. Контакты вы видите на экране. В Казахстане действует горячая линия по размещению визуальной информации. С её помощью можно пожаловаться на качество рекламы и вывесок. По данным министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой, такой возможностью активно пользуются казахстанцы. В прошлом году специалисты приняли около 3,5 тысяч звонков. В основном претензии касались отсутствия визуальной информации на казахском языке. Сейчас в стране планируют принять закон, который будет предъявлять требования к предпринимателям наравне с государственными органами о размещении вывесок, рекламы и другой визуальной информации на государственном языке. Депутаты Мажелиса данный проект закона одобрили в первом чтении. Основные направления законопроекта содержат изложение текстов, реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии и сохранением аутентичного перевода. Данное требование направлено на недопущение некачественного изложения текстов на казахском языке и орфографических ошибок в них. Другим темам известному актеру Жерару Депардье снова предъявили обвинение в изнасиловании. Речь идет о событиях, которые якобы произошли в Париже летом 2018 года. В сексуальных домогательствах его обвинила молодая актриса. Имя предполагаемой жертвы не раскрывается. Год спустя французские прокуроры заявили о прекращении расследования, сославшись на отсутствие прямых доказательств. Но прошлым летом дело возобновили. Адвокат артиста заявил, что его клиент оспаривает обвинения и напомнил о презумпции невиновности. Депардье – один из самых успешных актеров Пятой Республики. За свою карьеру он снялся почти в 170 фильмах. По меньшей мере 75 человек погибли, десятки пострадали. Настоящим кровопролитием закончился тюремный бунт в Эквадоре. У одной из колоний, где произошли беспорядки, собрались родственники заключенных в надежде узнать о судьбе своих близких. Здание сейчас охраняют военные. Администрация учреждения пришлось призвать на помощь сотни полицейских, чтобы взять ситуацию под контроль. Причиной случившегося назван конфликт враждующихся группировок. В столице Армении накануне снова прошел митинг сторонников оппозиции. Участники движения сначала собрались у здания правительства, где пытались помешать премьер-министру страны Николу Пашиняну пройти в здание. Полиция задержала не менее 50 человек. Но на этом акция протеста не закончилась. Тысячи демонстрантов колонной двинулись в здание службы нацбезопасности. С ноября прошлого года они требуют отставки действующего премьера и всей его команды и проведения досрочных парламентских выборов. Требования оппозиции, не только оппозиции, всего общества остаются точек. Отставка премьер-министра. Наши действия имеют цель поднять тревогу в обществе. Наша цель, чтобы было более ясно властным парламентариям, правительству, что пришло время, пришло время уйти в отставку, оставить свои премьерские, министрские, парламентские посты, и чтобы народ начал нормально дышать. Еврокомиссия призвала шесть стран ЕС ослабить ограничения на границах. Их ввели для борьбы с распространением новых штаммов ковид. Однако в главном исполнительном органе Евросоюза стремятся скоординировать менее жесткие подходы к перемещению товаров и людей внутри Евросообщества. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Вигант. Странам дали 10 дней для обоснования своих пограничных ограничений. По словам Еврокомиссара по юстиции Дидьера Эндерса, эти меры зашли слишком далеко. Еврокомиссия направила конкретные письма, в которых выражается наша озабоченность шести государствам ЕС, где применяют более строгие, чем предусмотрено в рекомендациях Евросовета, меры ограничения. Речь идет о запретах на въезд или выезд из страны. В обращениях мы подчеркнули необходимость того, чтобы ограничения были недискриминационными и соразмерными, без координированного подхода среди 27 стран ЕС мы рискуем фрагментацией и сбоями в свободном перемещении людей и цепочках поставок товаров. Самое худшее уже позади. Пандемия может закончиться в начале следующего года. Таким прогнозом поделился глава Европейского бюро ВОЗ. Ханс Клюге подчеркнул, что миру сейчас известно о вирусе намного больше, чем в начале пандемии. Несмотря на то, что инфекция продолжит распространяться, дальнейших ограничений, по его словам, можно будет не вводить. Однако точно определить исход событий пока невозможно. Новые мутации, как считает эксперт, нормальный процесс, поскольку вирус пытается адаптироваться к человеку. Вакцины можно будет изменять в зависимости от появления различных штаммов и при этом не надо создавать их заново. Израиль начал выдавать своим гражданам, привитым от коронавируса, так называемые зеленые паспорта. Что это такое, какие преимущества дает этот документ, расскажет Сергей Услендер. Вакцинация в Израиле идет невероятными темпами полностью, то есть двумя дозами привиты 33% граждан. В привитых группах, например, среди медиков и людей старше 60, почти нет заболевших. Как только стало ясно, что вакцина работает, государство приступило к раздаче зеленых паспортов. Вот это и есть мой пропуск в постковидный мир или так называемый зеленый паспорт. Здесь номер удостоверения личности, дата истечения срока годности, середина августа 2021 года и QR-код для быстрой проверки сканером. Главное преимущество такого документа заключается в том, что даже при прямом контакте с коронавирусным больным не нужно проходить обязательную двухнедельную изоляцию. Это первый раз за полгода, когда Борис посещает спортзал. В большую часть этого времени клуб был закрыт, но сейчас вовсю работает. Вход только по зеленому паспорту или по удостоверению привитого. Это примерно одно и то же. Записался на прививку, сходил в поликлинику, сразу назначили две очереди на первую и на вторую, с разницей в три недели. Спустя три недели нужно было подождать еще что-то около семи-восьми дней. И на сайте моей поликлиники появилась возможность скачать некий документ, который открывает мне нынче некоторые двери, кои закрыты для тех, кто прививаться не хочет. С зеленым паспортом можно посещать спортзалы, театры, концерты, жить в отелях. Правительство собирается расширить список таких заведений, но главные условия, они должны быть оснащены сканерами для проверки. Запущена кампания социальной рекламы. Там объясняют, какие преимущества дает зеленый паспорт. Но возникли проблемы при оформлении. Это можно сделать онлайн, на специальном сайте или по телефону, тогда документ пришлют по электронной почте или на факс. Но из-за огромного числа вакцинированных сайты и телефонные линии перегружены. Да, есть проблемы с доступом к сайтам. Мы этого ожидали. Слишком большая нагрузка. Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить пропускную способность системы и позволить всем привитым получить документ. Возникла и другая проблема. А что делать с теми, у кого паспорта нет? Это дети, люди с противопоказаниями, которые не могут привиться. Их права ограничены. Этот вопрос изучают юристы. Сергей Услендер, Хабар 24. Коллекция осенней и зимней одежды и ювелирных украшений казахстанского дизайнера представили в Лондоне. В онлайн-мероприятии под названием «Покажи миру свою силу» участвовали зарубежные мастера шитья и рукоделия. Модельеры изготовили свои изделия из экологически чистых материалов. Из-за пандемии модное событие в этом году впервые прошло в онлайн-формате. Это дало отечественным дизайнерам больше возможностей продемонстрировать свое творчество. Вместе с казахстанскими модельерами свои работы показали дизайнеры из Кыргызстана, Белоруссии, Италии, Кипра и Франции. Участники представили оригинальные видеоролики, отразившие колорит и разнообразие культур. Выражаю особую благодарность казахстанскому ювелиру Нурдосу Алиаскарову. Мне очень понравились его изделия. В ближайшее время хочу связаться с ним и заказать украшения. Организатор модного показа Алма Фармер. Казахстанский дизайнер больше 20 лет живет в Лондоне и продолжает продвигать богатую культуру Великой степи в Соединенном Королевстве. По ее словам, цель этого мероприятия поддержать дизайнеров, использующих современные технологии и социальные сети в непростые для бизнеса времена. Я рада, что дизайнеры представили свои экоизделия ручной работы, хотя, возможно, они и не на 100% экологически чистые. Но то, что люди работают в этом направлении, действительно радует. Вскоре жюри объявит победителей в номинациях «Экологическая мода», «Современная этничность» и «Модная повседневная одежда». И хотя онлайн-формат расширил круг участников события, организаторы все же надеются, что в следующем году показ пройдет в традиционном формате. Реплику 1300-летней стеллы полководца эпохи древних тюркских государств Тонью-Кука установили в столице Турции Анкаре. На открытие памятника приехали высокопоставленные чиновники и деятели культуры. В турецкой столице почтили память тюркского наследия. В одном из самых оживленных районов Анкары была установлена реплика стеллы Тонью-Кука, основателя второго тюркского каганата. Прижизненной эпитафии великого полководца в этом году исполнилось 1300 лет. Значимость события была отмечена ЮНЕСКО, под чьей эгидой и проходила церемония открытия памятника. Мы гордимся надписями Тонью-Кука и тем, что 1300 лет назад у тюрков было государство. Все это есть в наших книгах, но благодаря установленной стелле посетители парка смогут лучше понять значимость тюркского наследия. Тюркоязычные страны поддержали инициативу объявить 2020, первый год годом Тонью-Кука в рамках мероприятий ЮНЕСКО. В особенности Казахстан проделал большую работу по узнаваемости наших общих предков. Оригинал стеллы Тонью-Кука находится в Монголии. Считается, что надписи на барельефе нанес при жизни сам верховный главнокомандующий и советник четырех тюркских правителей. Запечатленное древнее письмо рассказывает о важных политических событиях 7-8 века. Благодарим всех, кто принял наше предложение, а также председателя Мажелиса в статье «Семь грани великой степи» Ельбасы дал специальное поручение для популяризации истории великой степи и ее личности Тонью-Кук – вечный символ мудрости в славной истории тюркских народов. Спустя больше тысячи лет надписи Тонью-Кука стали живым олицетворением древней тюркской эпохи. Как отметили побывавшие на мероприятии гости, памятник также посодействует укреплению отношений между братскими, турецким и казахскими народами. В Анкаре наградили ученых, журналистов и государственных деятелей, внесших вклад в празднование в Турции года Абая и Аль-Фараби. А также презентовали переведенную на турецкий язык книгу «Жамбул. Великий поэт в великой степи», посвященную казахскому поэту Жамбулу Жабаеву. В этом году исполняется 175 лет со дня рождения выдающегося поэта-импровизатора. Мероприятие организовано посольством Казахстана в Турции в сотрудничестве с Международной Тюркской Академией и Евразийским Союзом Писателей. Казахстан я изучал в течение 20 лет. История вашей страны является частью и нашей истории. Конечно, об этом нужно много рассказывать. Я езжу по всей Турции и делюсь своими знаниями. Мы работаем над популяризацией наследий Абая и Аль-Фараби, поскольку они – великие личности для всего тюркского мира. О спорте Бары стартовал с поражения в завершающей выездной серии регулярного чемпионата КХЛ. Команда в овертайме уступила лидеру Восточной конференции Акбарсу, благодаря чему взяла очко и поднялась на шестую строчку Востока. Казахстанцы дважды выходили вперед и даже вели в две шайбы, но не смогли удержать преимущество. 4-3 в пользу казанцев. И подопечные Юрия Михальца набрали 67 очков. На одно опережают автомобилисты торпеда. От идущего пятым трактором наших хоккеистов отделяют 3 балла. Чешский фридайвер Дэвид Вейнсел установил новый мировой рекорд плавания подо льдом. Спортсмен проплыл почти 81 метр. Температура воды была на уровне 3 градусов по Цельсию. На дистанцию у Чеха ушло полторы минуты. При этом он нырял без гидрокостюма. Предыдущее достижение принадлежит датчанину Стигу Северенсену. В 2013 он побил свой же рекорд, проплыв подо льдом чуть более 76 метров. Теперь нужно ждать от 8 до 12 недель, чтобы получить подтверждение мирового рекорда Гиннеса. Нужно правильно заполнить несколько разных форм. Здесь были и специалисты международной организации фридайвинга. Им нужно будет проверить видеозаписи. В зоопарке австралийского Таронга пополнение год спустя после лесных пожаров, практически уничтоживших флору и фауну, в неволе появился на свет малыш Куалы. Его назвали Хамфри. Его рождение стало неоценимым вкладом в селекционную программу зоопарка, отмечают работники. Несмотря на то, что малыш постоянно находится с мамой, он уже самостоятельно пытается есть листья. К слову, рядом с мамой Хамфри будет находиться еще год, пока не вырастет и полностью не окрепнет. Маленькому Хамфри уже восемь месяцев. Он родился примерно в мае-юне прошлого года. Однако впервые мы увидели его только две недели назад. Все остальное время он находился в сумке у мамы. Брифинг службы центральной коммуникации продолжит наш эфир. Маржан вам слово.